Суперсимметричная теория Великого Объединения Суперсимметричная теория Великого Объединения Некоторого переосмысления экспериментальных данных Они устроены таким образом, что, скажем, одно поколение кварков и лептонов Оно может быть размещено в трех неприводимых представлениях группы СУ5 Ну, трех, если считать еще, что присутствует и правая нейтрина, конечно же То есть одно поколение, оно, значит, соответствует представлениям У нас было 1 плюс 5 и, по-моему, плюс 10 с чертой Вот, собственно, вот такие вот у нас были поколения На всякий случай проверю, что именно так, да Значит, соответственно, 1 это тривиальное представление 5 фундаментальное представление Ну, 10 это тензорное представление Антисимметричными тензорами с двумя верхними индексами Хорошо, как размещаются здесь элементарные частицы Мы уже обсуждали Ну и, собственно, если мы размещаем частицы одного поколения Вот в этих представлениях СУ5 То после нарушения СУ5 до СУ3 на СУ2 на У1 Мы автоматически получаем правильные квантовые числа И, конечно, это очень серьезное указание В пользу вот этой вот идеи великого объединения В конце концов, все эти квантовые числа Ну, скорее всего, не случайны А за ними стоит некая закономерность Ну и вот, например, можно таким вот образом пытаться это объяснить Ну, скажем, если взять еще более широкую калибровочную группу Например, СО10 То тогда, соответственно, все вот эти вот три представления Прямая сумма Они, значит, соединятся в одно единственное Неприводимое спинорное представление 16 с чертой Хорошо Ну, собственно, вот это вот, конечно Конечно, безусловно, большое указание в пользу, так сказать, теории великого объединения Ну, также мы обсуждали, что предсказание для угла Вайнберга Там с учетом квантовых поправок Суперсимметричных теорий великого объединения В общем-то, достаточно неплохо выполняется Ну, опять же, если, естественно, учесть Там, как константы связи бегут В зависимости от масштаба энергии Ну, и поэтому, конечно, это все есть некие указания на то, что великое объединение Это хорошая идея и, возможно, реализуется в природе Теперь мы с вами начали строить действия этой теории Ну, и опять же, действие строится, в общем-то, аналогичным образом Как и в случае МССМ Оно состоит из нескольких таких характерных кусков Значит, один из этих кусков является явно суперсимметричным Второй мягко нарушает суперсимметрию Ну, конечно, другое дело, можно сразу оговориться Что теории великого объединения живут на масштабе Там порядка 10 в 16 ГФ Которые уже там близы к гравитационному масштабу 10 в 19 ГФ И поэтому, ну, наверное, как-то там все-таки желательно Чтобы теория была суперсимметричной Но, тем не менее, все-таки мы будем пока работать В самом простейшем, так сказать, варианте И явно выписывать мягкие слагаемые Пока еще не задумываясь о механизме нарушения суперсимметрии Этот механизм мы будем обсуждать в нашем курсе несколько позже Хорошо, собственно, значит, мягкие слагаемые пока мы включаем Ну, и, собственно, действие представляет собой сумму суперсимметричного куска и мягких слагаемых Суперсимметричный кусок, как мы говорили, тоже делится на три характерные части И, соответственно, это будет действие супер-Янг-Милса По сути, поскольку это у нас суперсимметричная калибровочная теория То, естественно, супер-Янг-Милсовская часть должна присутствовать Соответствующее действие в прошлый раз мы писали Плюс, значит, действие, как бы, ну, я его называю WZ Здесь, по сути, находится сумма всех кинетических слагаемых для суперполей материи Ну, естественно, в том числе и взаимодействие вот этих вот суперполей материи с калибровочными полями Ну, оно имеет структуру, там, 1,4, интеграл d4x, d4t, t, φ, крест, e в степени 2v, φ Об этом в прошлый раз подробно говорили Ну, и дальше есть еще суперпотенциал Значит, действие суперпотенциал Вот, и, собственно, вот эта вот часть, она имеет n равно 1 суперсимметрию Кроме того, есть еще и часть, явно нарушающая суперсимметрию Ну, более точно, мягко нарушающая Напомню, что мягкое нарушение это добавление слагаемых, которые с одной стороны не суперсимметричны То есть суперсимметрию явно нарушают, а с другой стороны не вносят теорию квадратичной расходимости Ну, и, соответственно, значит, вот это вот мягкое действие, нарушающее суперсимметрию Оно также, значит, здесь будут присутствовать Хорошо, теперь Вот эти вот слагаемые мы в прошлый раз подробно выписывали Я, наверное, не буду останавливаться детально на их структуре Сегодня наша задача будет написать выражение для вот этих вот мягких слагаемых Ну, и, опять же, точно так же, как и в случае минимальной суперсимметричной стандартной модели Вот эта вот S мягкая тоже может быть представлена как сумма трех характерных кусков Ну, каждый из которых в какой-то степени аналогичен вот этим вот слагаемым Значит, первое, значит, это будет действие, которое будет, по сути, давать массу калибрина То есть это будет мягкая масса калибрина Калибрина – это у нас суперпартнер калибровочного поля Майорановский спинор, лежащий в присоединенном представлении калибровочной группы Значит, следующее слагаемое У нас есть мягкие массы скаляров И соответствующее действие, оно будет очень похоже вот на это Значит, S – мягкие массы скаляров То есть речь идет о скалярных суперпартнеров, например Скаляров О скалярных суперпартнеров кварков, лептонов Ну и не только Все скалярные компоненты у всех суперполей, которые присутствуют в теории Вот они здесь будут сидеть Ну и есть на самом деле еще мягкие слагаемые, которые аналогичны вот этому вот действию Ну мы будем опять же называть это S Как бы так мягкий суперпотенциал, я вот так вот назову Ну в реальности это некие слагаемые, тоже содержащие скалярные поля И аналогичные по своей структуре вот этой вот части Ну еще раз на всякий случай я напомню, что Все вот эти вот мягкие слагаемые, они могут быть записаны в суперполевой форме То есть в принципе их структура очень похожа на вот те инварианты, которые у нас строятся из суперполей Но конечно они тем не менее инвариантами не являются И не являются они инвариантами, потому что в них присутствует вот такой вот объект, как шпурион Значит он по определению представляет собой вот такую вот величину Здесь шпурион Ну можно на всякий случай написать тоже, что это со звездочкой есть там вот такой вот объект Ну а произведение это на это со звездочкой есть одна вторая тета с чертой тета в квадрате Ну и собственно, когда мы будем строить вот эти вот мягкие слагаемые Ну у них будет структура похожая на то, что написано сверху Ну будет где-то присутствовать вот этот вот шпурион Благодаря которому, ну во-первых, суперсимметрии не будет у соответствующих вкладов Ну а во-вторых, конечно, в терминах компонентных полей уже никакого сходства не будет То есть если там на языке суперполей вот это действительно похоже на вот это То в компонентах, конечно, никаких отличий, точнее отличия будет очень сложно Сходства не будет Так, хорошо, теперь, собственно, давайте потихонечку переходить к построению явных выражений для вот этих слагаемых По сути, когда-то мягкие слагаемые мы перечисляли, да, их не так много Там четыре типа есть мягких слагаемых И, собственно, одно из них как раз вот эта вот масса калибрина И оно очень похоже по своей структуре на вот это вот действие С-Супер Янга-Милса По сути, ну сейчас коэффициент там необходимый мы, безусловно, впишем Соответственно, значит, здесь будет у нас D4X, D2θ Тоже будет WA, WA, тензор напряженности калибровочного поля в суперсимметричном варианте Но теперь еще, значит, добавляется шпулеон вот сюда вот Соответственно, благодаря этому уже такая конструкция не будет являться суперсимметричным вариантом Ну и здесь тоже что-то надо написать Ну какие-то, значит, достаточно очевидные вещи Во-первых, понятно, не абелев случай, поэтому, значит, вот эта величина, естественно, является матрицей Поэтому, значит, должен быть след Потом, вообще говоря, эта величина комплексная, поэтому должна быть вещественная часть И должен быть какой-то коэффициент Он в данном случае за счет того, что шпулеон, эта величина размерная То коэффициент вот здесь вот должен иметь размерность массы Ну и, соответственно, по-моему, вот если, значит, я правильно помню Здесь должно стоять что-то типа M5 на E5 в квадрате Ну вот сейчас я подсмотрю коэффициент, да, ровно так Ну еще для красоты можно здесь тоже написать SU5 Что тензор поля соответствует группе SU5 Ну напомню, что E5 это и есть константа связи для группы SU5 Поскольку группа SU5 является простой, то здесь только одна единственная константа связи M5 это некий параметр, который имеет размерность массы Соответственно, мы, значит, его, естественно, отразделяем с массой калибрина Ну потому что, если вспомнить, как там соответствующее выражение выглядит в терминах компонентных полей То здесь как раз будет ровно майорановская масса калибрина там с правильным коэффициентом Таким образом, вот у нас получается вот такое вот мягкое слагаемое По сути, вот это вот выражение Действительно, оно похоже очень на действие для супер-янг-милса Не буду его писать рядом В нем там, ну, немножко другой коэффициент здесь Без М, естественно, здесь нет шпуриона А так, в целом, все, в общем, аналогично Ну что можно сказать еще, глядя на это слагаемое Понятно совершенно, что когда у нас SU5 симметрия нарушится при низких энергиях до SU3 на SU2 на U1 То этот кусок, он, естественно, распадется на три части То есть будет здесь часть, которая соответствует, значит, глюина, да, супер-партнеров калибровочного поля группы SU3 Ну, будут также массы для калибрин, соответствующих группам SU2, группам U1 Все такие слагаемые в МССМ были Но теперь все они происходят из одного единственного слагаемого Которое вот здесь вот написано И это означает следующее Что массы калибрин на большом масштабе На масштабе объединения Также должны соединяться вместе То есть вообще говоря То, что у нас вот такая вот структура есть Ну, на самом деле подразумевает то, что, значит, массы калибрин тоже должны оказаться на неком масштабе Где уже, значит, вместо SU3 на SU2 на U1 будет SU5 симметрия Они должны оказаться одинаковыми Ну, здесь как раз вот нормировочный коэффициент так подобран Чтобы вот такое вот условие было Объединение, по сути, это можно легко проверить Просто расписав, так сказать, уже вот эту вот структуру И кинетический член для супер-янг-милса Ну, уже в обозначениях SU3 на SU2 на U1 Хорошо, таким образом есть вот такое вот, значит, мягкое слагаемое Ну и, кстати говоря, когда вот, допустим, откроют супер-партнеры И мы будем понимать, чему равны вот эти вот M1, M2, M3 То можем дальше проследить их ренон-групповую эволюцию до высокого масштаба И посмотреть, насколько хорошо вот это вот предсказание будет согласовываться Ну, вот с теми экспериментальными данными, которые будут получены Поэтому это вот одна из таких важных будущих проверок всей вот этой вот науки Хорошо, значит, с этим разобрались Теперь следующее, значит, мягкие массы скаляров Ну, это в какой-то степени аналог вот этой величины Ну, давайте, наверное, сюда вот мы перейдем Ну, наверное, я все-таки вспомню, как устроена вот эта вот структура для начала Значит, вот если вспоминать, что SWZ есть Следующее, это, по сути, сумма по всем киральным суперполям материи Вот такой вот структуры 1,4 интеграл D4X, D4 θ, φ крест, E в степени 2V на φ Ну, по сути, мы такую структуру в прошлый раз аккуратно писали Перечисляя все вот эти вот поля То, собственно, вот эта вот штука Ну, она близкую структуру имеет, значит, S мягкие массы скаляров Значит, ну, это будет, опять же, если вот так вот писать в таком вот характерном виде Ну, вот коэффициент я все-таки, так сказать, подгляжу Какой здесь коэффициент будет минус 1 четвертая Какая-то там масса в квадрате Ну, а дальше вот такая структура Интеграл D4X, D4 θ Дальше будет вот то, что вот здесь написано Шпулеон на шпулеон со звездочкой Ну, а дальше, собственно, идет вот ровно вот эта вот величина Фи крест, E в степени 2V на φ Ну, и понятно, опять же, что если мы переходим к компонентам То мы подставляем, значит, вот эту вот структуру сюда Она сразу из всего вот этого выражения Выделяет только низшую компоненту Которая есть там фи крест фи Вот, ну, а интеграл тут же берется Там дает, по-моему, восьмерку Там, ну, в общем, 1 четвертая 1 вторая и восьмерка из интегрирования Они сокращаются И получается как раз масса для скалярных суперпартнеров Там кварков, лептонов Ну, и скалярных компонентов Там всего, что есть еще в нашей теории Ну, собственно, это схематично написано Ну, можно, естественно, это выражение написать и более аккуратно Опять же, перечисляя все, что у нас имеется Ну, давайте это сделаем Так, ну, наверное, все-таки я вот здесь вот это напишу Чтобы не стирать какие-то полезные вещи, которые нам еще пригодятся Значит, S Мягкие массы скаляров Так, равняется Ну, что, минус 1 четвертая Интеграл D4x D4 θ Это, по сути, общая структура Шпурион Шпурион комплексно сопряженный И большая скобка Значит, ну, в скобочке, соответственно, у нас Значит, что будет Ну, перечисляем все, что у нас есть Вспоминаем, какие поля у нас есть в теории Ну, я единственное, наверное, не буду писать индексы поколений Чтобы не было, говорит, слишком больших выражений Значит, здесь будут Ну, понятно, правая нейтрина Да, значит, N крест N Ну, понятно, суммирование там, естественно, должно быть Там по поколениям Ну, с учетом того, что Коэффициент, который мы обозначим M квадрат N Ну, это вообще, говоря, там 3 на 3 матрица Да, которые, так сказать Маточный элемент Ну, элементы, которые нумеруются как раз индексами поколений Хорошо, теперь дальше Есть еще, значит, вот эти вот Киральные суперполя материи В представлении 5 Ну, мы так и назовем соответствующий коэффициентом 5 в квадрате Значит, 5 крест и Т Ну, 5 это фундаментальное представление У него индекс тензорный должен быть внизу Но поскольку крест внутри себя содержит комплексное сопряжение То комплексное сопряжение нижний индекс превращает в верхний Так, теперь Е в степени 2В Ну, индексы, естественно, значит, должны быть вот так вот написаны 5GT Индексы поколений не пишем Это пишут только индексы соответствующей группе SU5 Теперь есть еще у нас 10 с чертой Поэтому будет еще вот так вот Ну, здесь вот такая вот структура Ну, мы ее подробно достаточно обсуждали в прошлый раз Там выясняли, как генераторы в этом представлении явно выглядят Ну, поэтому мы, значит, сейчас напишем все немножечко покороче Вот в таком виде отбрасываю индексы поколений Ну, и, по сути, вот здесь вот у нас сидят три поколения кварков-лептонов Ну, включая в том числе и правая нейтрина Теперь есть у нас еще два хекса Значит, напоминаю, что у нас есть хексы ФИУ и ФИДЭ, которые лежат в представлениях Вот, ФИУ лежит в 5 с чертой ФИДЭ лежит в представлении 5 И, по сути, они ответственны за нарушение Уже SU3 на SU2 на U1 До SU3 на U1 электромагнитное Ну, и, соответственно, для них тоже мягкие массы скаляров, естественно, должны быть написаны Так, ФИУ и Т с крестом Ну, здесь вот, если мы хотим раскладывать все по генераторам фундаментального представления Вот это вот В, то, соответственно, нужно написать минус 2 В транспонированное Знак и транспонирование соответствуют переходу от фундаментального представления к антифундаментальному Ну, и предполагается, естественно, что вот это В раскладывается по генераторам фундаментального представления Ну, так же, как вот здесь Так, ну и, наконец, ФИУ-ЖИТЭ Так, это аналогичное с влагаемой для ФИДЭ Только здесь, конечно, нужно помнить, что индекс по-другому стоит Соответственно, здесь все похоже на вот эту вот штуку Е в степени 2 В И ЖИТЭ ФИ ДЖИТЭ Ну, и, кроме того, здесь можно скобочку, наверное, закрыть пока Еще есть Хиггсовское поле, которое нарушает симметрию СУ5 до СУ3 на СУ2 на У1 Это поле у нас аж большое, которое принадлежит присоединенному представлению 24 Ну, и я напомню, что для него мы вот такое вот обозначение использовали Мы его представляли вот в таком виде Где ТА – это генераторы фундаментального представления группы СУ5 Ну, и тогда немножечко другие обозначения Хотя, по сути, ровно то же самое будет написано Но немножко это будет выглядеть по-другому Вот соответствующую мягкую массу мы обозначаем и МАШ в квадрате Ну, за счет того, что генераторы фундаментального представления Нормированы условиям Сейчас давайте мы его напишем вот здесь вот пониже Значит, трейс ТАТБ равняется 1 вторая дельта АБ Ну, вот за счет вот этой 1 второй здесь будет коэффициент не 1 четвертая А 1 вторая, потом будет след интеграл Д4Х, Д4Т, шпурион, шпурион комплексно сопряженный Ну, а дальше будет, соответственно, H крест, E в степени 2В, H на E в степени минус 2В Ну, опять же, если там вы слушали курс суперсимметрии То соответствующая структура, я думаю, достаточно понятна, откуда берется Потому что когда вот это вот выражение раскладывается в ряд по В Ну, возникают, по сути, коммутаторы И коэффициент перед этими коммутаторами будет там единица на n факториал Где n это количество В, которое в этих коммутаторах будет присутствовать Ну, и, по сути, это тоже такая экспонента, вот как бы только вместо умножения там будут коммутаторы И, собственно, как раз это и нужно для того, чтобы вот здесь вот В раскладывать по генераторам фундаментального представления Да, а тогда коммутатор, ну, как бы уже будет давать, по сути, закон преобразования присоединенного представления Хорошо, так, значит, вот, собственно, вот это вот S, мягкие массы скаляров Вот, написали вот это вот следующее слагаемое И понятно, что оно, в общем, очень похоже на вот это Разница только в наличии размерных коэффициентов вот этих вот m квадрат Которые там по-разному обозначены для каждого слагаемого Ну, и самое главное, наличие вот этого вот множителя Который, по сути, и ликвидирует суперсимметрию в данном случае Хорошо, так, ну, теперь остался, значит, вот этот вот мягкий суперпотенциал Ну, что там будет, значит, в этих слагаемых? По сути, есть какие-то куски, которые там пропорционально мягкие Фи квадрат и фи куб Ну, плюс соответствующие комплексно сопряженные выражения Вот, и когда-то, ну, перечисляя соответствующие там все мягкие слагаемые Они тоже там перечислялись И на самом деле такие мягкие слагаемые Ну, они возникают, по сути, вот аналогично вот этому вот суперпотенциалу Ну, давайте опять же я так немножечко напомню, как у нас устроен вот этот вот действие для суперпотенциала Значит, по сути, значит, действие для суперпотенциала у нас устроено следующим образом С суперпотенциал, вот это вот Это есть у нас одна вторая Интеграл d4x d2 θ Ну, а дальше некая аналитическая функция киральных суперполей Ну, допустим, там w от φ, я ее назову, допустим Вот Которая, значит, не должна нигде содержать, значит, φ со звездочки И вот эта вот штука есть как раз суперпотенциал Суперпотенциал Вот, ну, естественно, здесь еще должно быть соответствующая комплексно сопряженная слагаемость Чтобы соответствующее выражение было бы вещественным Ну, и все, значит, слагаемые, которые вот здесь вот есть Они были там в прошлый раз перечислены При этом, значит, ну, соображения какие использовались для их написания Значит, самое главное соображение это калибровочная инвариантность Да, там верхние и нижние индексы Должны быть друг с другом свернуты Это раз Значит, второе У нас не должно быть слагаемых выше третьей степени по киральным суперполям материи Это перенормируемость То есть мы такое условие налагаем Хотя, опять же, вопрос, нужно ли такое условие налагать Это, конечно, отдельный разговор Потому что, ну, не исключено, что как-то эффективно возникают и какие-то слагаемые неперенормируемые Ну, хотя, опять же, конечно, значит, мы не хотим работать там с какими-то ситуациями Когда, скажем, в каждой там следующей петле у нас какие-то новые расходимости, так сказать, возникают Как в гравитации Ну и поэтому, конечно, мы работаем с более простым случаем перенормируемых теорий Вот, ну, хотя, опять же, конечно, значит, эффективно могут как-то возникать и слагаемые В которых там более высокие степени по киральным суперполям Как, например, вот это четырехфермионное взаимодействие Паули Но оно эффективно возникает, если мы исключим стандартные модели Значит, при низких энергиях, там, поле Z-бозона или W-бозона Вот, хорошо Значит, ну, теперь дальше мягкий суперпотенциал Значит, чтобы модифицировать, так сказать, вот это действие Ну, что нужно сделать? Значит, соответственно, если мы хотим написать мягкий суперпотенциал То, по сути, значит, отличие-то будет не сильно большое Значит, ну, здесь, по сути, еще добавляется шпурион То есть, здесь будет шпурион Ну, какая-то, естественно, другая, но похожая там функция киральных суперполей материи Ну, и что-то, ну, естественно, да, плюс там комплексно сопряженные слагаемые Ну, и, собственно, мягкий суперпотенциал будет вот этот Хорошо, ну, давайте, опять же, значит, аккуратно напишем вот это вот выражение Перечислив все возможные слагаемые Да, кстати, я, конечно, забыл еще, что при написании вот этого суперпотенциала Вообще говоря, если так серьезно, значит, задуматься То еще используется соображение R-четности То есть, в реальности, когда мы вот это действие писали Мы писали только слагаемые, которые инвариантны относительно преобразований R-четности Другими словами, по суперполям, которые включают в себя кварки и лептоны Значит, это действие имеет четную степень Вот И поэтому, конечно, значит, слагаемые, которые R-четность нарушают Сюда пока еще не включались И обсуждать мы их будем еще отдельно Это у нас тоже впереди Хорошо, ну, здесь, собственно, при написании мягкого суперпотенциала Я, собственно, буду использовать те же самые соображения Опять же, значит, будем рассматривать только вот эти вот мягкие слагаемые Которые не вносят в теорию квадратичных расходимостей Калибровочные, инвариантные Ну, и R-четность тоже, значит, накладывается там в качестве одного из требований Тогда, собственно, опять же, все слагаемые, которые у нас здесь будут сейчас написаны Они все будут очень похожи на то, что было вот здесь Только за счет вот этого множителя Ну, во-первых, их компонентная форма будет совершенно другая раз Во-вторых, все коэффициенты приобретают дополнительную размерность массы Вот, то, что было безразмерным, значит, переходит в коэффициент, который имеет размерность массу То, что имело размерность массу, переходит в размерность м квадрат и так далее Ну, а так все структуры, в общем, те же самые Снова я не выписываю индексы поколений Чтобы не засорять, кажется, слишком вот это вот выражение Соответственно, значит, будет некая, ну, тоже, на самом деле, 3 на 3 матрица А, 10 с чертой, которая аналогична матрице Y, 10 с чертой, которая была вот здесь вот Ну, соответственно, на ε, E, G, K, L, M Инвариантный тензор по отношению к группе SU5 Значит, 10 с чертой E, G, T Значит, 10 с чертой K, L, T Ну, здесь вообще говоря, здесь индекс поколений E, G И здесь, значит, матричный индекс E, G Вот, ну, Higgs, он, естественно, значит, на поколение не разбивается Значит, FIU, чтобы индекс был верхний И видно, что все нижние индексы сворачиваются с верхними То есть, калибровочная инвариантность есть Плюс, опять же, там, 3 на 3 матрица, значит, A5 Умножить на 10 с чертой E, G, T На 5 E, T, FI, D, G, T Так, плюс A1, тоже 3 на 3 матрица И, соответственно, значит, 5 E, T На правое нейтрино И на FIU с индексом E Так, ну, это, по сути, аналоги вот этих вот Юкавских взаимодействий Только теперь, естественно, вот эти коэффициенты A Они имеют размерность массы Давайте как-то напишем вот так вот Что размерность A10 с чертой равна размерности A5 Равно размерности A1 И это все массы Если Юкавские константы были безразмерны То вот эти величины имеют размерность массы Так, теперь, ну, была еще масса майорановская для правого нейтрино Она там была пропорциональна N квадрат Но, опять же, я не пишу эти индексы N и NG Ну, теперь, естественно, коэффициент будет иметь размерность массы в квадрате Ну, как-нибудь вот так вот напишем какую-нибудь вот такую фигурную букву M Да, и она тоже у нас будет иметь размерность массы Хорошо, значит, тоже какой-то мягкий параметр Так, теперь, ну, аналог вот этого вот двойного взаимодействия для хиггсов Будет выглядеть теперь вот таким вот образом ФиУИТЭ, ФИДЭИТЭ Тоже калибровочная инвариантная величина Но, поскольку у нас безразмерный коэффициент Значит, в суперпотенциале был при фи кубе Значит, то при фи квадрат Вот здесь вот коэффициент имеет размерность массу А вот этот коэффициент имеет размерность, соответственно, M квадрат Поэтому, соответственно, Афи будет иметь размерность M квадрат Так, хорошо, что еще у нас есть? У нас есть еще вот этот вот хиггс, который там должен нарушать Значит, калибровочную симметрию СУ5 до СУ3 до СУ2 на У1 И, в принципе, для него тоже какие-то слагаемые там в суперпотенциале были Ну и аналогичные слагаемые также появляются и в мягком суперпотенциале Вот мы в прошлый раз обсуждали, что они являются калибровочно-инвариантными Значит, вот, в принципе, вот такие вот слагаемые мы вводили Значит, вот эти индексы Ежи, они, естественно, матричные индексы вот этих вот генераторов Соответственно, значит, фи д житая Так вот та фигурная скобочка закрывается И плюс соответствующий комплекс на сопряженные слагаемые Ну, при этом, естественно, нужно там размерности дописать Значит, вот этих вот трех величин Ну, давайте посмотрим АХ, ну, понятно, имеет такую же размерность, как АФИ Поэтому, так сказать, это будет М квадрат Теперь АУ, понятно, имеет размерность массы Значит, геральное суперполе материи имеет тоже размерность массы Так, значит, это масса И здесь тоже масса Ну, вот, собственно, все вот эти вот величины мы написали Ну, главное, что понятна закономерность То есть, по сути, в мягком суперпотенциале присутствуют, по сути, те же самые слагаемые, что в обычном суперпотенциале Но с добавлением шпуриона Как обычно, шпурион, который есть Ну, давайте все-таки еще раз где-то его надо там сбоку написать Одна, вторая, тета с чертой Единица плюс гамма-5 тета Он, собственно, вот из всех вот этих вот киральных суперполей, находящихся внутри фигурной скобки Он выделяет только низшие скалярные компоненты Поэтому благодаря наличию вот здесь вот шпуриона Вот здесь вот выживают только скалярные компоненты Ну, и дальше интеграл, так сказать, моментально снимается И как раз в компонентах получаются вот эти вот мягкие слагаемые То есть, они действительно очень похожи В суперполевой формулировке, безусловно, на суперсимметричное действие Вот Но, естественно, в компонентах все совершенно по-другому Ну, тем самым, все, мы получили, значит, действие Вот это вот суперсимметричное СУ-5 теории великого объединения Поняли, что оно во многом похоже на действие МССМ Во многом похоже на действие несуперсимметричное СУ-5 теории великого объединения То есть, здесь, конечно, безусловно, какие-то сходства прослеживаются И если вы знаете, как устроена несуперсимметричная теория То перейти к суперсимметричным, в общем-то, большого труда, как правило, не составляет Хорошо, ну, дальше, конечно, наша задача будет заключаться в том Чтобы, ну, изучить некоторые, там, важные аспекты вот этой вот теории Ну, какие-то, так сказать, ее свойства, какие-то ее предсказания А у теории великого объединения, безусловно, есть очень немало интересных предсказаний Но вот сегодня даже мы одного из них так скользко коснулись Это предсказания про объединение бегущих масс калибрина Вот, ну, собственно, наверное, первое все-таки, с чего нужно начать, значит, нашу дальнейшую работу Это нарушение калибровочной симметрии Понятно, что самое главное, что должно происходить в этой теории Мы должны уметь нарушить су5 симметрию до су3 на су2 на у1 Так, чтобы у нас, ну, при низких энергиях действительно получалась бы стандартная модель Иначе рассмотрение такое, конечно, никакого смысла не имеет Хорошо, ну, давайте тогда сейчас мы перейдем к следующему параграфу Параграф 4 Нарушение калибровочной симметрии Так, суперсимметричной Теории великого объединения С группой су5 Так, ну, конечно, наверное, сразу нужно все-таки сделать некую оговорку Что вся эта наука, естественно, законченной не является И, в принципе, мы, конечно, изучаем, как можно нарушить калибровочную симметрию Но это не означает, что она вот именно так нарушается И что у нас за стандартной моделью стоит именно вот эта вот теория великого объединения с группой су5 Конечно, теории великого объединения, они могут быть устроены существенно сложнее и хитрее Вот, ну и, скажем так, вот эта вот суперсимметричная теория великого объединения с группой су5 Ну, в простейшем ее там варианте Она уже, по сути, исключена экспериментами по определению времени жизни протона Да, то есть, значит, вот эта вот су5 теория великого объединения Она предсказывает, безусловно, распад протона Время жизни можно как-то оценить И вот уже на сегодняшний день понятно, что если объединение там происходит на масштабе 10-16 ГФ То вот теория суперсимметричная с группой су5, она просто исключается Потому что, ну, если бы она имела место, то мы бы видели распад протона А на сегодняшний день распад протона пока не наблюдается Хорошо, но, тем не менее, наша задача понять, какая здесь может быть техника Какие идеи, значит, могут быть, чтобы все это нарушить Какие, значит, могут быть преимущества, скажем, вот суперсимметричного варианта По сравнению с несуперсимметричным Какие проблемы есть, а с проблемами мы тоже сегодня столкнемся И проблемы эти, в принципе, будут очень похожи на те, которые были в несуперсимметричном варианте теории великого объединения Вот, ну, собственно, поэтому относиться ко всему дальнейшему нужно так, что это, ну, один из вариантов На примере которого мы изучаем, значит, те идеи, которые дальше нужно развивать При построении уже более реалистичных моделей, которые там как-то лучше согласуются с физикой элементарных частиц Хорошо, значит, ну, что мы можем сказать? Значит, давайте, опять же, с чего-то тривиального начнем Что, значит, если вообще мы на что-то, так сказать, претендуем, значит, с точки зрения описания реальности То, конечно, группа SU-5 должна нарушаться по цепочке Сначала до SU-3 на SU-2 на U-1 А потом, соответственно, до SU-3 на U-1 Ну, поскольку, значит, вот эта группа U-1 и вот эта группа U-1, они являются, естественно, разными, да То вот здесь мы всегда подписываем EM, электромагнитная группа U-1 Ну, а вот здесь иногда, так сказать, подписываем гиперзаряд, да То есть здесь квантовым числом является гиперзаряд А здесь квантовым числом является электрический заряд Ну, собственно, вот должна у нас существовать такая цепочка нарушения симметрии Ну и на первом этапе у нас вот этот вот хикс Принадлежащий представлению 24 Должен приобрести вакуумное среднее Причем так, чтобы малой группой оказалась именно SU-3 на SU-2 на U-1 А на втором этапе уже какие-то там части вот этих вот FIU, которые принадлежат 5 с чертой или без черты Простите, вот никак не могу запомнить Поэтому сейчас подсмотрим, значит, так, FI-D это 5, а FI-U это 5 с чертой Соответственно, FI-U принадлежит 5 с чертой FI-D принадлежит представлению 5 Вот они приобретают вакуумные средние на втором этапе Ну и обеспечивают уже нарушение электрослабой симметрии до электродинамики При этом масштабы нарушения симметрии Они, конечно, являются очень сильно различными Здесь у нас нарушение симметрии происходит на масштабе там MX порядка 10 в 16 ГФ Ну, опять же, почему MX обозначается этот масштаб, я думаю, тоже понятно Потому что есть у нас вот эти вот тяжелые X и Y калибровочные бозоны Значит, в теории калибровочные основанные на SU-5 Их не было в стандартной модели, но они, значит, автоматом появляются здесь И при нарушении симметрии они приобретают массу как раз порядка, так сказать, масштаба объединения Хорошо, ну, соответственно, отсюда вот этот вот символ X возникает Ну, а здесь, соответственно, масштаб там MZ порядка 10 во второй ГФ Да, масса Z бозона Опять же, я там по порядку величины пишу И поэтому, конечно, два абсолютно не соизмеримых масштаба Поэтому вакуумное среднее H0, оно должно иметь порядок 10 в 16 ГФ Ну, а вакуумное среднее там FIU с нуликом, там FID с нуликом Они должны быть порядка 10 во второй ГФ Ну, об этом мы уже многое знаем, да, когда мы исследовали МССМ То, по сути, мы вот этой стрелочкой очень и очень подробно занимались Хорошо, ну, сейчас нам, конечно, прежде всего Сначала нужно будет рассмотреть вот эту вот стрелочку Ну, давайте мы, прежде чем это делать, сначала немножечко отдохнем и сделаем 5-минутный перерыв Так, ну, хорошо, значит, давайте продолжим Итак, мы поняли, что у нас два этапа нарушения калибровочной симметрии И вакуумные средние Хиггсовские полей, которые возникают на каждом из этих этапов Ну, имеют существенно различные порядки Отсюда вывод следующий, что если мы исследуем вот эту вот стрелочку левую Которая, значит, соответствует нарушению SU5 до SU3 на SU2 на U1 То, в принципе, при таком нарушении симметрии можно пренебречь величинами малыми Да, а малые величины это вакуумные средние FIU и FID То есть, по сути, когда мы исследуем вот это нарушение симметрии То всеми слагаемыми, которые содержат вот эти вот Хиггсовские поля Мы совершенно спокойно можем пренебречь И в реальности нас будут интересовать только те части у нас действия Которые будут содержать, собственно, вот это вот Хиггсовское поле Хорошо, ну, где такие части у нас есть? Ну, прежде всего, они у нас есть в действии S-суперпотенциал Значит, вот это вот действие Значит, из него у нас возникает следующая структура Одна вторая, интеграл D4х, D2θ Так, ну и давайте, чтобы внимательно не ошибиться нигде в коэффициентах Значит, вот я напишу соответствующие слагаемые Значит, был некий коэффициент Х на след H квадрат Плюс некий коэффициент Y на, значит, след H кубе Ну, естественно, плюс соответствующие комплексно сопряженные слагаемые То есть, конечно, нам нужно работать вот с такой вот величиной И при этом еще нужно помнить следующее Что H принадлежит представлению 24 Да, H и ЖТ принадлежит представлению 24 А что такое 24? Ну, это не просто, значит, тензор с одним нижним индексом, другим верхним индексом Да, значит, в пространстве таких тензоров есть инвариантное по отношению к SU5 подпространство Значит, а что за подпространство? Которое пропорционально дельта-символу, да? Дельта и ЖТ это инвариантный тензор по отношению к группе SU5 И поэтому, чтобы получить неприводимое представление 24 На самом деле нужно еще наложить условия бесследовости Да, ну, по индексу, естественно, сумма от 1 до 5 Соответственно, значит, условие бесследовости будет заключаться в том, что H и Т и Т равно 0 Ну, и это вполне разумно, потому что речь идет о присоединенном представлении А вообще говоря, пространством присоединенного представления является алгебра Ли калибровочной группы Да, ну, естественно, для SU5 алгебра Ли калибровочной группы Значит, она, естественно, состоит из матриц Которые в том числе удовлетворяют условию бесследовости Да, поскольку у элементов группы определитель равен 1 То у элементов алгебры след будет равен 0 Ну, или же другими словами, это эквивалентно тому Что в матричных обозначениях, значит, след вот этого H равняется 0 И поэтому, конечно, ну, как-то работать вот с этим H не очень просто Потому что, конечно, есть некое вот это вот дополнительное условие связи Которому оно удовлетворяет И для того, чтобы учесть вот это вот условие связи Ну, удобно воспользоваться методом неопределенных множителей Лагранжа Соответственно, значит, вот здесь вот добавить какой-то множитель Лагранжа Z Умножить на трейс H И, соответственно, дальше дописать сюда соответствующие комплексно сопряженные слагаемые Ну, при этом само вот это вот киральное суперполе H Ну, оно, естественно, значит, раскладывается по компонентам Как любое киральное суперполе Оно зависит вот от таких вот аргументов Соответственно, низшее компонент его является скаляром Соответственно, значит, H от Y Потом будет у меня спинорная компонента Она, естественно, значит, как и для любого кирального суперполя Имеет вот такой вот вид Ну, я пишу, как она обозначается Так и плюс одна вторая Тета с чертой единица плюс гамма пять тета FH Вот так вот мы будем эти компонентные поля обозначать Ну, соответственно, где Y к μ На всякий случай можно напомнить Это и есть киральная координата Которая определяется вот таким вот образом X μ плюс и пополам тета с чертой гамма пять тета Соответственно, значит, вот у нас такая штука Теперь мы исследуем нарушение симметрии Калибровочной Оно, естественно, происходит с помощью механизма Хиггса При механизме Хиггса у нас скалярные поля приобретают вакуумные средние Ну, тут у нас вообще говорят, значит, два скалярных поля Значит, H маленькая и FH И вопрос, какой из них приобретает вакуумные средние Ну, ответ, конечно, совершенно очевиден Значит, у нас Обычное, настоящее скалярное поле Это вот это, да А FH это есть вспомогательное поле Которое исключается на уравнениях движения Ну, на самом деле, там при его исключении Там появляется какой-то вклад в потенциал скаляров Об этом мы не раз уже говорили Вот Но это вспомогательное поле Ну и на самом деле Если оно приобретет вакуумное среднее То, как мы, опять же, хорошо знаем Суперсимметрия спонтанно нарушится Вот Ну, поскольку, значит, у нас За нарушение суперсимметрии Ответственны мягкие слагаемые То, конечно, мы считаем, что FH Там вакуумное среднее не должно приобретать Ну, как это происходит, там более аккуратно Мы разберем чуть позже А, соответственно, вакуумное среднее Должна приобрести вот это вот Значит, скалярная компонента Вот этого суперполя И первое, что мы должны сделать, чтобы понять Как оно приобретает вакуумное среднее Если приобретает То нам потребуется написать для него потенциал Да, то есть в любом случае Когда мы определяем вакуумное среднее То мы должны минимизировать потенциал скаляров Ну, а найдем минимум Найдем, так сказать, вот вакуумное среднее Как дальше получить низкоэнергетическую теорию Нужно проанализировать Относительно каких калибровочных преобразований Инвариантно-вакуумное среднее скалярного поля И собрав все преобразования, которые оставляют вакуум Инвариантным Мы получаем так называемую малую группу Которая и является симметрией низкоэнергетической теории Ну, в данном случае нам необходимо просто установить Что у нас возникает такое вакуумное состояние Которое будет инвариантно Относительно преобразования СУ3 на СУ2 на У1 Ну, а все остальные преобразования внутри СУ5 Они уже вакуум будут нетривиальным образом смещать Ну, собственно, вот такое вакуумное состояние Нам предстоит построить Ну, а чтобы его построить Конечно, мы должны написать потенциал Для вот этой вот штуки Ну, и дальше следующий вопрос Как построить вот этот потенциал Вот это первая наша задача В принципе, как мы уже говорили в разделе Посвященном минимальной суперсимметричной стандартной модели Вот в подобного рода теориях У нас есть два характерных источника для потенциала скаляров Если бы у нас была вот чисто суперсимметричная теория По-настоящему суперсимметричная То тогда потенциал скаляров Всегда получается при исключении вспомогательных полей Вот это ключевое утверждение о суперсимметричных теориях Ну, у нас не совсем суперсимметричная теория У нас, если более аккуратно выражаться Теория с мягко нарушенной суперсимметрией Поэтому помимо вклада, который идет от исключения вспомогательных полей У нас возникают еще мягкие слагаемые Ну и поэтому нужно просто проанализировать Все, что у нас может дать вклад в потенциал скаляров Ну и давайте попробуем этим и заняться Так, ну как-то, наверное, имеет смысл все-таки сформулировать вот то утверждение Которое я сейчас произнес словами Давайте мы что-то напишем Значит, потенциал Потенциал Так, скалярного поля, да, скалярного поля Не суперполя, да, а именно поле Аж Маленькое, да, возникает Из Первое Исключение вспомогательных полей Ну, мы их разделим на две части Вспомогательного поля Ну и вообще, говорят, значит, два типа есть вспомогательных полей Есть у нас вспомогательные поля, значит, D и F Ну и поэтому, например, мы можем исключить вспомогательное поле D Ну, естественно, S5 Вот так вот Ну, конечно, значит, это поле, там, лежащее в присоединенном представлении Поэтому в реальности у него, там, при необходимости можно написать, там, индекс А Который, там, пробегает значение от единицы до размерности группы SU5 То есть до 24 То есть, соответственно, на самом деле это не одно поле, а 24 штуки Хорошо, второе Значит, исключение вспомогательного поля Ну, вспомогательных полей, конечно, их много, да Значит, у них, значит, ну, с D мы разобрались А еще есть куча вот этих F Соответственно, у каждого, значит, кирального суперполя Есть, естественно, старшие компоненты Все они там рано или поздно исключаются Но нас, конечно, интересуют только те слагаемые Которые, значит, содержат вот это вот H и больше ничего Потому что, ну, как мы знаем, вакуумные средние, там, у FIU, FIDE, значит, они там очень маленькие Порядка 10 во второй ГФ Там вакуумные средние, там, у скалярных компонентов, там, кварков, лептонов, они вообще нулевые Поэтому, соответственно, значит, их там в потенциале, значит, этими полями можно совершенно спокойно пренебречь А нас интересует именно вот эта штука Поэтому, конечно, значит, исключать нам потребуется вот эту вот штуку Исключение вспомогательного поля FH Так, ну и третье Мягких слагаемых Ну, давайте, собственно, вот попробуем все вот эти вот три варианта Сейчас аккуратно проанализировать и посмотреть, значит, что здесь у нас будет возникать Хорошо, так, ну, наверное, ладно, значит, все, значит, мы вот все перечислили Давайте все-таки вот это вот лишнее все удалим Теперь и давайте последовательно будем перебирать все вот эти вот возможности Причем сразу же нужно еще, наверное, тоже напомнить характерную особенность суперсимметричных теорий Что вот в суперсимметричном случае у нас потенциал, который получается при исключении вспомогательных полей Он автоматически оказывается положительно определенным По сути, это есть следствие алгебры суперсимметрии Которое мы обсуждали там на одной из первых лекций Так что это мы тоже помним Хорошо, значит, итак Давайте сейчас тоже уберем Сначала исключаем вспомогательное поле D Значит, вот первое Какие у нас слагаемые есть? У нас есть действие супер Янгмилса В котором, ну, присутствует, по сути, слагаемое вот такое Значит, 2 на E квадрат Трейс Интеграл D4x И, соответственно, там, по-моему, такая вот штука Одна вторая D квадрат Ну, естественно, там SU5 можно написать, можно не писать Ну, наверное, я не буду уже писать Поскольку калибровочная группа у нас везде SU5 Хорошо, значит, если я теперь вычисляю здесь Значит, с учетом того, что D Это у меня, ну, здесь E5 тоже надо написать Ладно, давайте все это сделаем Так вот, D SU5 равняется E5 DAT SU5 на соответствующие генераторы То после вычисления у нас получится, что это есть интеграл D4x E5 сократится сверху, снизу И возникнет вот здесь вот одна вторая DAT в квадрате Так, здесь SU5 Да, вот, собственно, вот так вот Две эквивалентные формы записи этого выражения Хорошо, это раз Теперь, где еще у нас есть вспомогательное поле? Ну, вот есть у нас вот это вот SWZ И в нем, так, да, только это, конечно, не равно А стрелочка, да, содержит такое слагаемое И то же самое SWZ не равно, конечно, да А содержит одно из слагаемых в SWZ Оно имеет следующий вид Одна вторая интеграл D4x D4 θ Trace H крест E в степени 2V H на E в степени минус 2V Ну, и вот опять же, в этом слагаемом Значит, одно из компонентных вот этих вот кусков Один из компонентных кусков, как будет устроен Отсюда берем скаляр Вот этот вот Отсюда берем вот этот скаляр Скажем, из одной экспонента берем единичку А из другой берем D Ну, или наоборот, из этой экспонента единичку А из этой D Ну, и тогда соответствующее выражение Будет записываться следующим образом Это будет интеграл D4x Ну, здесь там какой-то коэффициент Сейчас сообразим, какой А дальше что здесь будет возникать? След H крест И здесь будет не что иное, как коммутатор DH Да, SU5 Так, и, по-моему, коэффициент здесь должен быть Двойка, если Вот мне не изменяет память То вот так вот Ну, вот можно посмотреть Соответственно, бумажку на всякий случай Да, ровно так Ну, таким образом у нас реально есть вот эти вот два куска Ну, и дальше, соответственно, можно попытаться из этих двух кусков Исключить вспомогательное поле Ну, давайте я теперь уже интеграл там D4x писать не буду Буду писать все на языке функции Лагранжа И, собственно, соответствующий вклад в функцию Лагранжа Он будет иметь вот такой вот вид Ну, давайте вот с этого выражения будем исходить Значит, след везде будет Потом будет у нас Единица на Е5 в квадрате Потом здесь будет у нас Д в квадрате Су5 Так, а здесь Значит, во втором слагаемом Ну, можно, естественно, сделать циклическую перестановку Под знаком следа Написать вот так вот Д4x След Соответственно, D Су5 у меня пойдет на первое место На место D у меня сместится H Ну, а на место H Перейдет H-крест Соответственно, вот так вот Такое вот выражение получится Ну, и, соответственно, его я могу совершенно спокойно вот сюда вот вписать Значит, получится так Два Так, трейс у нас уже есть Д, Су5 Теперь и коммутатор вот этот вот H H-крест Так Ну, вот, собственно, вот я суммировал соответствующие вклады в функцию Лагранжа И дальше должен исключить поле D на уравнение к движению Ну, тут можно по нему совершенно спокойно, так сказать, продифференцировать Соответственно, получается, что единица на Е5 в квадрате Д, Су5 плюс Так Ну, двойки я сразу сокращу на двойку Плюс, соответственно, коммутатор H H-крест Будет равно нулю Значит, вот это уравнение движения А дальше, как я исключаю вспомогательное поле Ну, собственно, есть общее утверждение, которое доказывалось в курсе суперсимметрии Что, когда мы подставляем вот в такую структуру решение уравнение движения для вспомогательного поля То, если вклад квадратичных слагаемых равен какому-то Х То вклад линейных слагаемых будет равен минус 2Х И тогда Х-2Х, это будет минус Х То есть в сумме оба этих слагаемых дадут вклад в точности равной, так сказать, вкладу квадратичных слагаемых с обратным знаком То есть это будет минус трейс единица на Е5 в квадрате Д в квадрате СУ5 Ну, только, естественно, надо подставить Вот это вот ДСУ5 равное Ну, давайте посмотрим, чему оно тут должно быть равно Минус Е5 в квадрате коммутатор H-крест Вот такое выражение должно быть подставлено Ну, и, соответственно, равно это будет Ну, давайте посмотрим, что получится после подстановки Так, вот здесь как раз немножечко у нас места есть Так, получится минус Е5 в квадрате след А здесь будет, соответственно, вот этот вот коммутатор H-крест в квадрате Так, ну вот, вроде бы вот так Хорошо, значит, вот получилось у нас такое вот выражение Соответственно, ну, что можно здесь еще проверить? Значит, это, естественно, вклад в функцию Лагранжа, да? Можно, естественно, посмотреть, чему будет равен вклад в потенциал Он, естественно, будет отличаться на знак И можно попытаться убедиться, что это выражение будет являться положительно определенным Поэтому, соответственно, если я напишу выражение Для вклада в потенциал дельта В1 Который получается при исключении, значит, вспомогательного поля D То он, естественно, будет равен с обратным знаком Вот этому вот слагаемому Соответственно, это будет у меня Е5 в квадрате След вот это вот H-крест в квадрате Ну и, конечно, вопрос Это, по идее, должно быть положительно определенное выражение Кстати, не помешает проверить, совпало ли оно со шпаргалкой Вот, ну давайте убедимся, что это есть положительно определенное выражение И попытаемся как-нибудь ее, может быть, в другой форме немножечко переписать Так, в принципе, значит, как можно записать для начала вот этот коммутатор, входящий сюда Значит, коммутатор H-крест Это у меня будет следующее Это у меня будет H-А-Т, значит, Т-А-Т, значит, H-Б-Т, комплексно сопряженное, на Т-Б-Т Да, где, значит, Т-э, это генератор калибровочной группы в фундаментальном представлении Соответственно, равно, коммутатор двух генераторов снова выражается через генераторы Ну и, естественно, здесь коэффициенты будут H-А-Т, H-Б-Т, комплексно сопряженное Вот такое вот выражение будет Ну и дальше, соответственно, можно посчитать, чему будет равен вот этот вот след Да, значит, E5, тогда, ну давайте прям, дельта V1 будет равно E5 в квадрате Ну, дальше, с учетом условия нормировки генераторов Вот мы его уже не раз писали Ну, допустим, напишу немножечко по-другому С учетом того, что вот здесь вот буква С Да, вот условие нормировки генераторов будет такое То здесь получается, значит, мимо единицы в квадрате Это будет минус 1 Потом 1 вторая из следа генераторов Дальше F Так, A, B, C, H, A, T, H со звездочкой B, T Умножить на F, там какие-нибудь E, F, C, H, E, H со звездочкой F Ну вот, и на первый взгляд, значит, ну, структурные константы, понятно, для группы SU5, как для любой компактной группы, они являются вещественными На первый взгляд, значит, получается какой-то вот очень сомнительный знак минус Но, тем не менее, значит, если задуматься, то можно сообразить следующее Что на самом деле, значит, вот если я беру H, A, T какой-то То это и есть там вещественная часть H, A, T, да, плюс E на мнимую часть H, A, T А, соответственно, H, A, T со звездочкой, ну, это будет, естественно, значит, вещественная часть минус E на мнимую часть H, A, T Вот, ну, и поэтому, если я, допустим, начинаю смотреть на вот такое выражение, как вот здесь вот написано F, A, B, C, H, A, T, H со звездочкой, B, T То понятно, что, ну, если я подставлю вот эти вот два выражения То в реальности, ну, поскольку структурные константы полностью антисимметричны по своим индексам, да То, допустим, такая, ну, может быть, как-то и стоит написать Ладно, давайте в два действия сделаем, пусть это все будет аккуратно Плюс E на мнимую часть H, A, T На вещественную часть H, B, T Минус E на мнимую часть H, B, T Тогда, допустим, произведение, значит, вот этого на вот это Это будет симметричная величина по индексам А, B А это антисимметричная, поэтому, значит, произведение вот этого на вот это И на структурные константы даст 0 И точно так же произведение вот этого на вот это и на вот это даст 0 И остается, собственно, что? Остается F, A, B, C Вещественная часть H, A, T Мнимая часть H, B, T Минус, так, мимоедница, естественно Так, и знак минус И знак минус И знак минус аккуратно Так, и плюс теперь Мнимая единица F, A, B, C Вещественная часть H, B На мнимую часть H, A Ну, слагаемые эти отличаются друг от друга на знак И на перестановку индексов A и B Поэтому удваиваются Поэтому это будет просто минус 2, I F, A, B, C На вещественную часть H, A На мнимую часть H, B Вот И вот здесь вот присутствует мимоединица И поэтому совершенно ясно, что Вот это вот выражение, вот я в скобочке возьму Оно является очевидно вещественным, да А вот эта вот мимоединица как раз вот этот знак сократит Вот, то есть это будет, соответственно, 2, E5 В квадрате Так, F, A, B, C Так, вещественная часть H, A Мнимая часть H, B Ну, в квадрате вот так вот Я уж не буду писать, как вот здесь вот длинно Вот, просто в квадрате, соответственно Ну, по индексу C, естественно, сумма Значит, ну и теперь уже очевидно Все, больше либо равно нулю Так что действительно, значит, здесь получается выражение положительно определенное Вот мы в этом явно совершенно убедились Хорошо, ну давайте как-то Не знаю, как-нибудь мы попробуем, значит, это Написать, наверное, вот так вот Соответственно, значит, равняется 2, E5 в квадрате Значит, F, A, B, C Вещественная часть H, A, T Мнимая часть H, B, T В квадрате Вот так вот И у нас, значит, одна часть Вот этого вот потенциала скалярных полей уже получилась Хорошо, значит, с исключением вспомогательного поля F Мы справились Значит, ой, извините С исключением вспомогательного поля D С исключением вспомогательного поля D Мы справились Значит, следующий шаг Это исключение вот этого вот вспомогательного поля F Ну, чем мы сейчас и займемся. Значит, следующий шаг, это мы исключаем FH. Значит, ну, для того, чтобы исключить FH, что нам нужно сделать? Понятно, значит, что у нас будет? У нас будет, на самом деле, значит, некие слагаемые, в которых будет FH умножаться, ну, на вот это вот H, ну, и все это будет идти вот отсюда. И, кроме того, надо не забыть, что где-то есть еще слагаемые второго порядка по FH. Сейчас мы попробуем сообразить, значит, откуда они идут. Ну, на самом деле, идут они ровно оттуда же, откуда шли там какие-то слагаемые с D. То есть, у нас есть вот этот вот кусок, одна вторая, трейс, так, сейчас, давайте интеграл все-таки напишем. Интеграл D4Х, D4 тета, H крест, E в степени 2В, H, E в степени минус 2В. Стрелочка, опять же, одно из слагаемых, которые содержатся в этом выражении, ну, я надеюсь, компонентную структуру подобного рода выражений вы помните, то одно из слагаемых какое может быть? Из обоих экспонент берем единички, из H берем вот этот кусок, и из H крест тоже берем аналогичный кусок, в котором перед гаммой 5 будет стоять минус, а на D будет стоять там эрмитовое сопряжение. Поэтому тогда у нас здесь получится следующее. Это будет 2, значит, коэффициент трейс, интеграл D4Х, FH крест, FH. Ну вот, соответственно, вот так вот можно представить вот это вот выражение. Хорошо, значит, есть у нас слагаемые квадратичные по F, вот они идут отсюда. Но есть, естественно, и слагаемые линейные, которые получаются вот отсюда. Соответственно, значит, аналогичным образом S суперпотенциал, значит, тоже дает, опять же, я пишу не все слагаемые, которые есть в нем в компонентах, а только те, которые содержат вспомогательное поле FH. Соответственно, значит, что у нас здесь получается? Так, след тоже заведомо будет, интеграл D4Х будет. Ну, остается, значит, сообразить, какие слагаемые здесь у нас будут присутствовать. Ну, опять же, я пока, может быть, эти коэффициенты так совсем аккуратно выписывать не буду, ну, просто сообразим. Давайте по мере возрастания степени H. Значит, начинаем с самых маленьких степеней. Значит, Z умножить на трейс H. Соответственно, значит, здесь будет трейс F от H, интеграл от этой штуки четверка, значит, будет просто ZFH. Так, след есть. Теперь здесь, ну, квадрат, поэтому, соответственно, значит, можно F взять из первого со множителя или из второго, поэтому получается множитель двойка. 2Х, FH, ну, естественно, значит, из одного со множителя берем F, а из второго мы обязаны взять, естественно, вот эту скалярную компоненту H. Ну, и, наконец, куб. Здесь, соответственно, можно взять из F либо из первого, либо из второго, либо из третьего со множителей, поэтому будет 3Y, FH, и, соответственно, на H квадрат. Ну, и, естественно, там плюс соответствующие комплексно сопряженные слагаемые. Ну, вот можно на всякий случай, опять же, подглядеть в бумажку, правильно ли все сделано. Ну, вроде на вид получилось похоже. Так, хорошо. Таким образом, все, значит, мы написали вспомогательные поля, которые у нас содержат вот это вот вспомогательное поле FH, и дальше мы должны точно так же, как и в случае D, исключить его на уравнениях движения. Ну, давайте посмотрим, как это делается. Опять же, я то же самое делаю. Значит, я пишу вклад в функцию Лагранжа, уже полный, от суммы вот этого куска и вот этого. он будет записываться в виде след 2FH крест FH плюс ZFH плюс 2Х FH на H плюс 3Y FH H квадрат. Так, ну, чтобы не писать все то же самое, вот так вот можно написать. Хорошо, значит, вот у нас есть квадратичные слагаемые по вспомогательному полю, вот есть линейные, и если я пишу уравнение движения для поля FH, то я получаю 0 равняется 2FH крест плюс вот этот вот множитель Лагранжа Z плюс 2ХH плюс 3Y H квадрат равне, так, равно 0 уже написано все. А F и F крест мы, естественно, считаем как независимые. Хорошо, ну, после этого, значит, во-первых, можно отсюда легко найти, чему равен множитель Лагранжа Z. Вот если я к этой формуле еще дополнительно применю операцию следа и учту, что F без следового, H без следового, ну, а H квадрат, вообще говоря, без следовым не является, а здесь стоит единичная матрица размера 5 на 5, Z это числовой коэффициент, но, естественно, значит, поскольку это матрица 5 на 5, это матрица 5 на 5, это матрица 5 на 5, ну, значит, и здесь должна быть матрица 5 на 5, ну, конечно, подразумевает, что это есть единичная матрица. Поэтому здесь мы получаем 0 равно, значит, отсюда 0, отсюда 5Z, отсюда 0, и отсюда плюс 3Y, трейс, H квадрат. Ну, и следовательно, можем сразу сказать, что Z будет равно минус 3Y разделить на 5, след H квадрат. Вот, так что множители Лагранжа Z мы определить сможем. Так, хорошо, теперь дальше. Значит, исключаем вспомогательные поля. Ну, опять же, правило то же самое, значит, что квадратичные, слагаемые, линейные, там дают вклады, которые отличаются в минус 2 раза, при суммировании эффективно меняется знак у квадратичных слагаемых. Соответственно, значит, получается такое вот выражение, ну, при этом там FH там равно чему-то, надо подставить решение уравнения движения в это выражение, ну, и получается, что результат будет иметь следующий вид. Минус 2, след, ну, а FH крест на FH это, естественно, модуль в квадрате, соответственно, значит, берем, что у нас здесь получится, 1, 2, значит, на минус Z минус 2XH минус 3YH в квадрате, все это надо взять по модулю и в квадрате, вот я подставил решение уравнения движения, ну, вот, скобочку, чтобы было понятно, от чего берется след, соответственно, равняется минус 1, вторая след от модуля Z плюс 2XH плюс 3YH квадрат в квадрате. Ну, вот, таким образом, вклад в потенциал от исключения вспомогательного поля F мы тоже получили. И, в принципе, если бы у нас была суперсимметричная теория, то это был бы и весь потенциал, да, потому что в суперсимметричных теориях других источников для потенциала скаляров просто нету. Ну, естественно, значит, надо это выражение взять, конечно, с обратным знаком, да, значит, трейс Z плюс 2XH плюс 3YH квадрат, так, ну, понятно, я уж скобочку тут ставить не буду, и тоже, очевидно, значит, больше либо равно 0, так что здесь все в порядке и положительная определенность тоже есть. Хорошо, значит, все, суперсимметричной частью мы разобрались. Теперь следующее, что у нас еще остается? У нас еще остаются мягкие слагаемые. Ну, давайте вспомним, какие у нас есть мягкие слагаемые, которые содержат только, значит, вот это вот поле аж большое. Ну, здесь я, наверное, все-таки, значит, с бумажки спешу, потому что, конечно, значит, я не помню особенно их нормировку. Значит, есть, во-первых, мягкая масса скалярной компоненты. Соответственно, значит, MH в квадрате, вот там в действии, так сказать, мягкие массы скаляров, значит, был вот такой вот кусок. Интеграл D4X D4 тета, значит, шпулеон со звездочкой, шпулеон, в любом порядке, естественно, можно писать. Значит, вот такой вот, такой кусок. Значит, здесь смотрите, что у нас отсюда получается. Значит, из этого куска у нас возникает, ну, здесь, по сути, даже здесь-то я как раз могу вот не стрелочка написать, а вот здесь-то как раз самое настоящее знак равенства. Почему? Потому что, значит, здесь у меня одна вторая тета в четвертой, поэтому в калибровке веса зумина экспоненты превращаются в единички, а отсюда остаются только скалярные компоненты. поэтому здесь будет, значит, так, минус 2 mh в квадрате след интеграл d4x, а здесь, соответственно, остается просто вот так вот. Ну, опять же, значит, почему двойка здесь написана, потому что, если взять, опять же, значит, след от генераторов, это будет минус mh в квадрате интеграл d4x, соответственно, h at со звездочкой h at. Вот, ну, и в таком виде действительно понятно, что получается правильная нормировка. Ну, вот, пожалуйста, вот вклад от мягкого слагаемого вот такой вот получается. Но это не все. Есть еще слагаемые, которые содержат поле h большое в мягком суперпотенциале. Ну, снова я, опять же, напишу, что там у нас присутствовал, а присутствовал там вот такое вот выражение, интеграл d4x d2t, шпурион вот этот вот, и были слагаемые такие, ax на след h квадрат плюс ay на след h в пуле. Ну, соответственно, их тоже, да, естественно, плюс комплексно сопряженные. Это комплексное выражение, поэтому комплексно сопряженные слагаемые необходимо добавить, чтобы вклад в действие был бы вещественным. Ну, снова, естественно, значит, здесь выживают только скалярные компоненты, поэтому здесь тоже можно совершенно спокойно написать знак равенства, ну, и дальше, собственно, просто вычислить интеграл от шпуриона, значит, поскольку там шпурион будет равен 1, 2, тета с чертой единица плюс гамма 5, тета, то, значит, 1, вторая, шпурион и интеграл d2, тета просто дают коэффициент единица. Соответственно, здесь будет у нас минус интеграл d4x от ax трейс h квадрат плюс ay трейс h в кубе и плюс соответствующие комплексно сопряженные слагаемые. все, поэтому, собственно, давайте напишем, чему будет равен значит, дельта v3. Так, ну, давайте вот здесь все-таки сюда его впишем. Значит, дельта v3, вот этот вот последний вклад в скалярный потенциал, это будет, ну, естественно, с обратным знаком. Вот эти слагаемые, да, значит, 2 трейс h крест h теперь плюс ax трейс h квадрат плюс ay трейс h в кубе так и плюс соответствующие комплексно сопряженные куски. Так, ну вот, значит, все вклады мы вычислили, так, лишнее удаляем и суммируем результаты. Значит, по сумме всех результатов мы, ну, точно так же, как и в случае МССМ тоже там когда-то аналогичную вещь делали, мы получаем, собственно, потенциал для вот этого скалярного поля. Соответственно, значит, таким образом, значит, потенциал поля H примет вид. Соответственно, V от H равняется. Ну вот, суммируем все это. Значит, E5 в квадрате, значит, трейс H H крест в квадрате, так, плюс 1 вторая трейс модуль Z плюс 2 X H плюс 3 Y H квадрат в квадрате, ну, и последний кусок, плюс 2 M H квадрат трейс H крест H и плюс вот это вот все, значит, AX трейс H квадрат плюс AY трейс H в кубе и плюс соответствующий комплексно сопряженной слагаемой. Так, ну вот, значит, в принципе, вот у нас такой вот получился потенциал, ну, и следующая задача будет заключаться в том, чтобы вот этот вот потенциал минимизировать. Значит, в принципе, ну, что здесь сразу же, наверное, можно сказать, что, наверное, значит, здесь нужно в первую очередь проанализировать характерные масштабы величин, которые в это выражение входят. Значит, давайте вначале напишем размерности. Значит, итак, у нас в принципе параметрами исходного Лагранжана являются там XY, Z там через них как-то выражается, и величина X имеет размерность массы, а величина Y, это коэффициент при там кубичном взаимодействии Х, это безразмерная величина. Вот, ну, понятно, соответственно, значит, что у нас есть еще? У нас есть еще MH, который, естественно, имеет размерность массы, потом у нас есть АХ, который имеет размерность M квадрат, и АY, который имеет тоже размерность массы. Вот, собственно, у нас характерные величины размерные есть. Так, теперь, дальше, значит, вопрос, какой порядок этих величин. Смотрите, Х, это величина, которая исходно присутствует в суперпотенциале, да, и поэтому единственный как бы масштаб, она размерная величина, который может для нее быть, это порядка 10 в 16 ГФ, потому что масштаб 10 во второй ГФ, но это мы уже понимаем, что он возникает за счет того, что как-то там Хиггс приобретает вакуумное среднее, но величина Х к вакуумному среднему Хиггса, она никакого отношения не имеет, поэтому Х, ну, должен иметь порядок 10 в 16 ГФ, это большая величина, ну, Играх безразмерная константа, ну, условно, порядка единицы, да, теперь, а вот что касается вот этих слагаемых, это, по сути, мягкие слагаемые, а вот мягкие слагаемые, ну, они имеют какой-то характерный масштаб, да, значит, ну, по идее разумно предположить, что все мягкие слагаемые, но они имеют какое-то общее происхождение, ну, допустим, мы пока еще не очень понимаем, как они возникают, ну, допустим, они как-то имеют какое-то общее происхождение, и поэтому порядок у них примерно одинаковый, да, то есть характерный масштаб там вот этих массовых, извините, мягких слагаемых, он примерно одинаковый, а какой порядок вот этих мягких слагаемых, ну, опять же, если вспомнить вот исследование спектра частиц МССМ, ну, мы там довольно подробно занимались, скажем, Хиггсовским сектором, ну, и там как раз говорилось, что, ну, какие-то вот, скажем, массы Хиггсов, да, МА какое-то выражалось там через какие-то мягкие параметры, там было М1 квадрат, по-моему, плюс М2 и поэтому, ну, разумно считать, что, скажем, массы там мягкие, допустим, М1, М2, они порядка там условно, значит, 10 там, ну, скажем, в 3-й, 10 в 4-й степени ГФ, да, то есть характерный масштаб масс суперпартнеров, да, сильно далеко по энергиям суперпартнера мы отодвинуть не можем, потому что тогда у нас будет нарушаться условие объединения констант связи, вот, поэтому совсем далеко, кажется, их не отодвинуть, и поэтому, по идее, значит, вот эти вот параметры в Лагранжане, мягко нарушающем суперсимметрию, они должны иметь масштаб не очень большой, порядка, соответственно, где-то 10 в 3-й степени ГФ, да, то есть, поэтому разумно предположить, что там МН, значит, порядка корня из, модуля АХ, как-нибудь, да, вот так вот, порядка, АУ, там порядка 10 в 3-й, 10 в 4-й степени ГФ, вот такие вот характерные величины, да, там порядка масс суперпартнеров, значит, это сколько там получается, там ТЭФ, от ТЭФа до 10 ТЭФ, условно, да, значит, где-то, и поэтому ясно совершенно, что вот эти величины, они малы по сравнению, как бы, ну, по крайней мере, вот с этой структурой, в которую входит размерный параметр, там, вот с величиной 10 в 16-й, и поэтому идея дальше будет наша заключаться в следующем, как бы рассмотреть сначала отдельно вот то, что приходит из суперсимметричной части, а это вот эти вот два куска вкладывают, первые два, а потом уже как некий, так сказать, малый добавок рассмотреть вот те оставшиеся слагаемые. Ну, как это сделать технически, ну, давайте мы уже в следующий раз с вами рассмотрим более подробно, а сегодня тогда на этом остановимся. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok